Друзья, всем привет! Вы на Флагман ТВ, с вами Артём Некорич и рубрика Рыболовные фишки. Сегодня мы рассмотрим, как же дать вторую жизнь деформированной силиконовой приманке. Очень часто мы можем наблюдать следующую картину. Доставая приманку из упаковки, мы наблюдаем неровный деформированный хвост. Игра такой приманки будет заставлять желать лучшего, либо же будет отсутствовать вовсе. Если приманка не имеет своего индивидуального отделения в упаковке, а скажем так, находится в свободном полете, если перевернуть пачку, транспортировать ее куда-то, то очень часто заламываются хвосты. Происходит это следующим образом. Приманка ложится на хвост, и в итоге силикон имеет память, и мы достаем уже деформированную силиконовую приманку. А избавиться от этого дефекта поможет следующий способ. Для этого нам понадобится все та же приманка, которую мы собираемся излечить, и кипяток. Наливаем кипяток в кружку. Это может быть кружка, миска любая, прямо в чайнике можно это сделать, неважно. Главное, чтобы кипяток был только что заваренным, поскольку чем вода горячее, тем лучше будет эффект. Опускаем нашу деформированную приманку, вот прямо видно, вот как Г-образный хвост, видите, как завернут. Берем нашу приманку и опускаем ее в сам кипяток. Я думаю секунд 10-15 этого будет достаточно. В это же время производим такие манипуляции, то есть движим приманкой вправо-влево, чтобы хвост вернулся в исходное состояние. Если это съедобный силикон, то можно опустить только хвост, только пятку, для того, чтобы она вернулась в исходное состояние положения. Если резина не съедобная, ее можно бросить в кипяток целиком. Ну, либо же, если вам съедобность не обязательно, то также можно бросить резину целиком. Что это даст? Во-первых, это уберет все деформации, как я уже говорил, на теле приманки. Во-вторых, силикон станет мягче, то есть будет гораздо живее во время проводки себя проявлять. Конечно, такая резина становится мягче и убивается рыбой быстрее, но здесь уж либо выкинуть приманку, либо дать ей вторую жизнь. Итак, мы опустили наш хвост приманки, достаем и наблюдаем, какое чудо произошло. Хвост полностью выровнялся, он идеально ровный, такой, как и было задумано и исполнено на производстве. Если взять и потрогать приманку, а опускал я именно хвостовую ее часть, то та часть тела, которую я не опускал в кипяток, гораздо жестче. И чем ниже мы спускаемся к хвостовой части, здесь, конечно, мягкость резины увеличилась в разы. То есть просто на лицо вот ты трогаешь в двух местах, это абсолютно разный силикон. Вот такой маленький лайфхак по неиграющему силикону. Как вернуть к жизни приманку за 10-15 секунд. О данном способе я впервые узнал, наверное, в 2009 году, когда начал ездить на соревнования. Тогда мы применяли для ловли окуня очень мелкие однодюймовые виброхвосты, несъедобные. И поскольку в упаковке они лежали в перемешку, их было очень много, хвосты очень часто заламывались и не играли при проводке. Мы брали маленький котелок прямо на природе возле палатки, грели воду на костре и кидали туда твистера эти. Твистера становились мягче и игра, понятно, возвращалась в исходное состояние. Вот, то после появления съедобного силикона я начал при надобности просто опускать пяточку, хвостик, будь это виброхвост, твистер, неважно, рак, там абсолютно любая приманка. Опускаю неработающую конечность кипяток до 10-15 секунд и приманка вновь приобретает свою игру. Ребята, возможно, много кто из вас пробовал данный способ, поскольку он не нов. Возможно, у кого-то из вас есть свои варианты, как вернуть приманку в исходное положение. Обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а с вами был Артем Некорич, рубрика Рыболовные фишки. Вы были на Флагман ТВ. Всем пока.